Жительница Кургана несколько раз пыталась дать экзамены на право получения водительского удостоверения класса Б. Безуспешно. После очередного провала решила обеспечить себя заветными корочками более простым способом – купить их. С этой целью предложила сотруднику ГИБДД взятку через посредника. Замысел не удался, и такой незаконный способ решения проблемы привел к серьезным последствиям. Женщина в сентябре 2016 года попыталась дать взятку в виде денег – 25 тысяч рублей – должностному лицу, а именно инспектору, уполномоченному, проставлять экзаменационные оценки в данных листах. Однако, в связи с тем, что данная взятка была передана через посредника, посредник отказался от выполнения в дальнейшем действий по передаче данной взятки, женщина свой преступный умысел до конца не довела. Представитель Следственного комитета по городу Кургану рассказал, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 291 УК РФ – покушение на дачу взятки. Следственным отделом по городу Курган, Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области, завершено расследование в отношении 39-летней женщины, жительницы города Кургана, обвиняемой в покушении на дачу взятки должностному лицу. Обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд. Безукоризненно сдать экзамен с первого раза по теории и практике вождения получается не у всех. Некоторые автоледи Кургана поделились, как они прошли его. У меня стаж с 2006 года. То есть, получается, за рулем я уже 11 лет и сложности у меня никаких не возникало со сдачей экзаменов. Я очень честный человек и я бы только своим знанием и умом сдавала экзамены. По статистике из открытых источников известно, что теоретическая часть менее сложна, нежели практическая. Для некоторых упражнения на автодроме вызывают затруднения, да и сказывается волнение. Самый сложный. Парковка в гаражик, как обычно. Я бы, наверное, просто больше не стала этого делать. Если уже человеку не дано, то, я считаю, не стоит этого делать. В случае первой неудачной попытки сдать этап экзамена для переподготовки отводится 7 дней. Если же этап не был сдан с трех попыток, каждая через 7 дней, то в следующий раз экзаменующийся будет допущен к пересдаче лишь спустя 30 дней. Нужно помнить, что сдать экзамен на инспектору госавтоинспекции – это половина пути. Знание теории и практики вождения на дороге – цена человеческой жизни. Жанна Карманова, Вадим Бутаков, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.